В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Четыре человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести в ДТП под Налинском. Там лоб в лоб столкнулись встречные автомобили Форд Транзит и Лада 14 модели. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла в субботу в 16.25 на 130-м километре дороги Киров-Малмыш-Швядские поляны. По предварительным данным ГИБДД водитель Форда выехал на встречную полосу. По предварительным данным 47-летний водитель автомобиля Форд Транзит выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли на месте. Водитель и семь пассажиров автомобиля Форд, а также восьмилетняя девочка пассажира автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителя автомобиля Форд возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. По словам очевидцев, водитель Форда вез пассажиров из Уфы в Киров. Сейчас вероятного виновника аварии задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В воскресенье 27 октября около 5 утра на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Гороховской. Пожарные подразделения для тушения не вызывались, огонь потушил жилец дома. В результате обгорели деревянные конструкции лестницы. По словам жильцов, этот дом и соседние деревянные дома и хозпостройки уже неоднократно поджигали. После предыдущих пожаров люди боятся спать ночью. Для того, чтобы себя обезопасить, жильцы оборудовали подъезд автономными дымовыми извещателями. Благодаря им жители обнаружили пожар и не дали ему распространиться на весь подъезд. Причиной возгорания стал поджог, проводится проверка. Весьма необычный отметил день водителя автолюбитель на Kia Sportage с 30-летним стажем. Мужчина, что называется, перебрал, причем настолько, что не только не мог управлять машиной, но и стоять на ногах. На переезде по улице Лепси он прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в столб, однако это его не остановило. ДТП совершил уже... Стоп, внимание, на наших глазах ДТП было, значит, включается, будто есть черный полипсия в сторону переездов. Вот ее пацаны, машина без света идет. Останавливайся! После остановки авто все стало понятно. Водитель был не в состоянии даже отреагировать на простую просьбу инспектора. Единственное, что прозвучало из уст мужчины, это праздник, который он отмечал в выходные. День водителя может закончиться для пьяного Александра штрафом и лишением прав.